Какая Дина классная, как мне повезло. К чёрту, к чёрту, к чёрту. Ты представляешь, как мы это возим? Наташа такая, ебаш. Ты вспомнила какой-то трэш, разрыдалась. Ну охуели, ну вообще капец. Да. Друзья, всем привет. Это первый выпуск подкаста «Поделили». Здесь мы говорим о партнёрстве и о том, как строить отношения в партнёрстве романтическом, дружеском и, конечно же, в бизнесе. Со мной здесь подруга моя и партнёр Наташа Жукова. Меня, кстати, зовут Дина Арзуманова. Сегодня с нами в студии ещё Светлана Гостева прекрасная. Вместе со Светой мы запускали два проекта в партнёрстве, поэтому подумали, что будет интересно, если сегодня интервью у нас возьмёт она, потому что главный герой этого подкаста мы с Наташей. С Диной мы делаем очень крутой проект УСП вместе. Университет современной психологии. Гуглите. Да, гуглите, смотрите. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Будем узнавать, что стоит делать, чтобы сохранить и построить классные отношения в любой сфере Ну а сегодня мы узнаем, как Дина и Наташа построили классные отношения Давно дружим с Диной, давно восхищаюсь Наташей Доблюдала за ними и за их работой и с точки зрения бизнес-части и с дружеской Поэтому поговорим о том, как им удалось запустить проект на девятизначные суммы Обороты такие приличные для нашего бизнеса, инфобизнеса, можно сказать? Образовательный бизнес инфобизнеса Ну то есть вместе, что вы сделали, добились больших оборотов, которые не делали по отдельности В два года работаете вместе, поддерживаете очень плотную связь, делаете потрясающий проект Университет современной психологии, один из лучших, который сейчас есть Буду вам сегодня разные интересные вопросы задавать Спасибо, Света, что пришла Спасибо, Света Значит, надо рассказать обязательно, как, Дин, у тебя получилось закрыть Наташу на партнерство Как вы стали работать? Ну, потому что большая проблема на рынке Эксперт не может найти продюсера, хорошего продюсера Ну, а все продюсеры, ну, часто бывают, особенно начинающие, думают о том, как бы им закрыть большого блогера, эксперта Вот, а-ля, как получилось закрыть Наташу Тут нужно признать, если когда Дина сейчас будет рассказывать, нужно признать, что ты, когда даже смотришь это сообщение, можешь понять, что Дина хороша в психологии Я никого не закрывала, ну, то есть не было такого, что я кого-то закрывала Сначала мы с Наташей просто дружили Так, это я знаю, как вы стали работать, кто кому предложил, как это произошло, чья была идея, как быстро вы договорились Ну, формально говоря, кстати, предложила Наташа, потому что я спрашивала у Наташи, есть ли у нее психолог на примете, эксперт, с которым можно запустить академическое образование Потому что именно такой формат мне представлялся более долгосрочным, масштабируемым, автоматизируемым, и вот все вот эти ему-ему Бизнес, который может существовать вдолгу, если у тебя есть крутой профессионал на примете Вот я два-три раза у Наташи спрашивала, спрашивала Она у тебя не спрашивала, есть ли у тебя динопродюсер хороший, который сможет запустить со мной Я не помню, тогда, по-моему, нет, кстати Я как раз тогда начинала, вот началась вся вознявая с лицензиями, сколковая, вся эта история И я как раз понимала, что если делать серьезно и классно, что я одна не вывезу То есть я не вывезу, будет это не так качественно, будет это не так красиво, как хотелось бы по визуалу Ну вот во всем как бы, что я буду проседать, потому что до этого я запускала курсы, обучающие программу по гештальту То есть это было, я как раз хотела вырасти из этого формата Потому что я думала, неужели мне будет 45 лет, я буду запускать курсы Ну, то есть для меня такое было, я такой человек, куча образований, такая всеобразованная Как я буду вот в этом жить? То есть мне это казалось естественной точкой роста идти дальше Но проблемы как раз-таки на рынке в том числе, что я считаю практически нереально найти человека Который будет уважать образование, будет как-то к этому серьезно относиться Будут, ну, как бы, я это видела и так, ну, скорее как бы желание либо заработать, да Либо желание там упростить, делать проще еще что-то, с образованием делать это не прокат Вот, и когда я смотрела на Дину, как раз-таки в Дине есть Я еще тогда не знала, насколько, кстати, есть Но я потом, Дина, когда еще больше раскрылась в работе, я вообще офигела, да То есть, но вот видно было, что мы такие два задрота, как бы, что мы все время обсуждаем А вот с научной точки зрения, что это не работает А вот смотри, это материалы, статьи, научные, как бы исследования, еще что-то И я все время в Дине находила этот отклик, свой личный, даже в дружбе, да И когда мы кого-то там с кого-то ржали вместе, тоже, как бы, вот это находила И я подумала, было бы круто Так, то есть, ты обсуждали психологов других, типа, ха-ха-ха, какой фигню говорит А, нет, да Да? Да А, психологов, наверное, психологов тоже, но в целом мы, как бы, часто обсуждали, какую фигню несет И, как бы, что мы бы не смогли этим заниматься Неквалифицированных психологов Эзотерик И, в принципе, эзотериков Да Опять же, эзотерики бывают разные Есть те, которые используют эзотерику как точку входа в психологию А есть те, которые... Сейчас будет натальная карта, и вот по ней... Действуй по ней, и всё будет нормально Да, и, в общем, как раз-таки, да, я Дине предложила И... Кстати, кольцо носишь? Да, ну сейчас я... Нет, вообще, знаешь, как это было? Я прям точно помню Наташа у меня была на громкой связи, у меня на раковине вот так телефон лежал сверху И я такая мажу тоналкой лицо и говорю Ну вот, если кто-то тебе придёт, например, это тогда ещё был февраль 22-го года Как бы, такой какой-то тревожный момент был Я говорю, ну если там вот кто-то на ум придёт, то скажи и можешь порекомендовать Наташа такая пауза Ну вот, хочешь, можем вместе попробовать, говорит Да, но был такой момент, что у нас уже были дружеские отношения, во-первых Год мы общались Да, год мы общались И я помню, что из там своего страха Я в том числе там, может быть, кому-то рекомендовала Дину и говорила Если будете работать вместе, вам повезёт, типа, круто, да Но наши отношения я лично, ну, берегла Потому что я думала, что сейчас мы их испортим работой, дай бог И это всё как бы вообще как бы никак будет И, во-вторых, ну мы смогли договориться, у нас есть, потом это обсудим Да, как мы договорились, что, как мы их будем беречь Вот, и, ну, был ещё момент такой И я подумала, знаешь, из-за того, что мы дружим, подумала Ну, это моё личное такое, типа, что классно будет с деньгами поделиться с Диной именно Дине не жалко, пускай она будет счастлива ещё больше Ну, то есть, у меня было такое, как бы, знаешь, желание Всегда же стоит вопрос внутренней жадности ещё, да Готов ты с кем-то делиться вообще, вот, когда ещё один всю жизнь работаешь, например Как я, например, человек, который работала одна, да И я подумала, блин, вот, для подруги, типа, для друга хочется Вот, ну, такой был вайб такой у меня внутренний ещё был Вот, а потом уже, когда мы работать стали вместе Я же, ну, не подозревала, как может раскрыться партнёрство, да Никто из нас, Дина, я думаю, ты, наверное, не знала, к чему она может обернуться Сработаемся, мы не сработаемся Может, я вообще неадекватная, да Может, у нас вообще что-то не сходится, да Вот, но потом я вообще ощутила этот кайф, который я ищу до сих пор И вот это вот как, ну, для меня, там, ты и вот И твой профессионализм всё время, знаешь, как будто разрастается, так раскрывается Я такая всё время думаю, боже мой, какая Дина классная Как мне повезло Как мне легче от этого жить И вообще, какие мы крутые штуки делаем Подкаст это, Наташа, полтора часа будет хвалить меня Класса, да Так и будет Так, то есть, получается, Дина, условно, делилась с тобой тем, что она ищет психолога для того, чтобы запустить профессию И в какой-то момент ты говоришь Дин, давай вместе Запустим, я хочу делать то же самое А что там про кольцо? Было какое-то предложение сделано? Да, это после первого запуска Наташа подарила мне картье и сказала быть моим партнёром А сколько такое кольцо стоит? Слушай, я не помню Ну, примерно Я проверяла Покажите в камеру Я проверяла Да, есть специальное приложение Ну, 2 500 Это самый дорогой подарок, который Наташа тебе дарила? Наверное, да Так, Дина, а ты что Наташа дарила? iPhone iPhone, кстати, дорогой подарила Ну, Дина меня всё время задаривает У меня куча вещей, мне кажется, просто Динина я ношу Которая мне дарит Вот Я бы сказала, что было самым дорогим Не, не надо А расскажите мне А мы не пишем Давайте мы не пишем Скажите сейчас Мне за подстолом Дина подарила мне счастье Да Ну, там классный подарок, на самом деле Который могла только Дина сделать Да Наташа просто любит классные вещи Естественно Дина мне всё время что-то задаривает классное Всякие штуки, которые Наташа не может купить себе самостоятельно Да, это очень маленькое количество вещей Поэтому я опираюсь больше на то, что мне принесло какие-то яркие эмоции Да, креатив какой-то И потенциально может принести и тогда их Наташа У нас есть какие-то общие вещи, которые у нас одинаковые Тоже, ну, когда парные луки Да, кстати, да Футболки парные Футболки парные, всякие такие штуки ему тоже Весёленький Дайсон Да, Дайсон сейчас мне подарила Ну, в общем, короче, Дина мне дарит дорогие подарки И вообще у нас ещё есть возможность вместе классно отдыхать И ездить, это тоже круто, на самом деле Да Мы совпадаем Как в проекте распределяются обязанности? Кто за что отвечает? Так, я, да, должна ответить? Ну, ладно, я отвечу на этот вопрос На Наташе подбор... Ну, во-первых, на Наташе медийность в проекте Мы вообще вот в самом начале это обсуждали Что если вы только начинаете партнёрство И каждый тянет на себя одеяло медийности То нередко страдает качество продукта Потому что там партнёр медийный Там он не погружён вообще в операционку В итоге страдает качество продукта А у нас он очень сложный И требует большого включения Поэтому на Наташе пиар, медийность Взаимодействие с Академс-средой Чтобы к нам приходили крутые и сильные преподаватели Конференции, выступления Ну, конечно, огромная работа над Ютубом Инстаграмом Признана эта сеть, запрещенную Российской Федерации Телеграм, да Наташа спортом занимается, спит хорошо В общем, делает всё, чтобы на самом деле У неё была энергия делать эту огромную работу По созданию контента для нашего университета Я занимаюсь операционкой Подбор сотрудников Креатив Продвижение Построение команды Продуктом у нас занимается методолог Потому что это Дополнительное профессиональное образование Мы не можем там придумать Типа, давай вот это добавим Давай вот это добавим А этим занимается методолог отдельно То есть вот так мы делим Из университета Но я очень благодарна Наташе Это на самом деле очень крутая штука Что она хотя бы немного меня вытащила в медийность Потому что Да, кстати Это я делала Она мне такую хорошую вещь сказала Когда у нас был выпускной Я объясню, почему У меня был предыдущий опыт партнёрства Где мой партнёр на протяжении двух лет говорил Ты перетягиваешь моих подписчиков Ты подписала Проект как бы я делала Текст ты писала я Ты подписала на себя проект Чтобы перетянуть моих подписчиков Ну то есть там как бы Нездоровый человек был Ку-ку И у меня был страх Очень большой Что вот если я буду вообще Как-то в медийном поле проявляться Что это создаст у Наташи Такие же ощущения Как были там На самом деле там Ну это были просто манипуляции огромные И вот прям я за это супер тебе благодарна Да, это я сделала точно Да, мы выходили Она говорит Иди вручай дипломы Я говорю Нет, не пойду Не хочу Она такая Ты кто? Нет, ты говоришь Ты сказала Ты обесцениваешь наш проект Ты обесцениваешь наш проект Ты как будто его стесняешься Да И я такая думаю Ну нифига себе А что это так может восприниматься И это прям огромная работа такая Наташа Да, я постоянно Психотерапевт И говорю Идём вместе вести эфир Да Она такая нет Я говорю да Типа говорю Что тебе не важно Она такая Такая и в чувстве вины Нет, не в чувстве вины Потому что реально Дина может из-за того Что я знаю просто этот прикол Типа с ней И Дина может типа так делать вид Что ей Нет, я не хочу Типа Да нет, я типа Тут устала Типа я говорю Нет Типа мы идём делать вместе Типа И я знаю Что тебе хотелось бы Тоже этой медийности Но Вот эти страхи Ну реально опыт старый Этот неадекват И где-то это хорошо На самом деле То есть продажи Когда мы начали эфиры вместе вести Я где-то рассказываю Про то Как мы круто Студентов поддерживаем В продвижении Да Наташа Потому что это моя Профессиональная компетенция Наташа Рассказывает про свою область И мы друг друга дополняем Да И Дина Мы сделали Такой проект Семнезначной продажи Для студентов наших Вместе тоже То есть мы как бы очень Записали его для них Чтобы они продвигались И да Я Дину всё время Как бы вытаскиваю Иди туда Иди на подкаст Иди куда-то там Спасибо тебе за это Потому что мы что-то не получаем В отношениях И нам хочется уйти Чтобы это получить В другом месте Очень часто И мне кажется Классно Если мы друг другу Преодолев свои там Страхи Сомнения Ещё что-то Можем дать Да Я знаю что Наташа Сложно С командой Коммуницировать И я там даже В её сольных проектах Там что-то загляну Там говорю Ну-ка покажите Что там на ютубе Потому что я знаю Что ей бывает сложно Включиться Вот в эту вот работу Организационную Там Пизделей И там людям Ага Хорошо Вы работаете 50 на 50 60 на 40 60 на 40 У кого 60 У кого 40 Как договаривались То есть кто предлагал Условия Как это происходило Вот Про деньги Про доля И почему 60 на 40 Потому что Ну собственно Классика 50 на 50 Рассказываю Почему Потому что Наташи Именно 60 на 40 У Наташи Есть ещё направление Которое Она самостоятельно Развивает Она вкладывает В них деньги И привлекает Аудиторию И там тратит Свои деньги На университет Не ложатся Эти расходы Поэтому Это я предложила 60 на 40 Чтобы у меня было 40 процентов У Наташи 60 Понимая Что тогда Ей будет В том числе Спокойнее Вкладывать Свои средства В развитие И в пиар Да Я правильно понимаю Что вот как раз Проект Университет Современной психологии Натальи Жуковой Это ваш общий проект Да Что вы делаете Вы делаете в партнёрстве У Наташи Есть ещё Свои направления Которые Есть ещё клуб Да Есть ещё клуб Психологический центр Психологический центр Сейчас мы взяли Ещё на продюсирование Да Мы разрастаемся То есть мы берём Совместно Сейчас для университета Чтобы развивать дальше Экспертов Продюсировать У нас есть в планах Общее кафе В Москве То есть у нас И есть другие ещё планы Поэтому наше партнёрство Оно будет разрастаться Ага Как договаривались Там был ли медиатор Были ли юристы Сразу ли у вас Там был договор Был ли какой-то Тестовый период Да В который вот Вы договариваетесь Делаем один запуск Смотрим И дальше подписываемся Вот здесь вот Расскажите Как оформляли отношения Ну один запуск Мы писали Мы пережили Да Да Просто Договорённости Под зум Записали Всё Мы обе В психотерапии Свято в неё верим И повышаем Квалификацию Психолога Соответственно тоже Поэтому Медиатора мы не приглашали Потому что не было Какого-то конфликта У нас не было Пока такой ситуации Вот И у нас есть Условия Что мы Что во-первых Сохранить наши Партнёрские отношения Дружеские Мы ходим на терапию Отдельно Обсуждать какие-то вопросы На супервизию отдельно И если Случится такая ситуация Возможно у нас будет Там супервизор общий Чтобы Ну психологи Обычно супервизоры берут Либо медиаторы Это для бизнеса Чтобы обсудить Какие-то там Эмоции Какую-то ситуацию Если она возникнет Но Как бы Пока что Психология работает И мы справляемся То есть у нас Нет такого чего-то Ага Индивидуальный психолог У каждой Это разные психологи Да-да-да И супервизоры разные Психологи обязательно Нельзя Ходить к одному Психологу с другими Да И Вот у меня сейчас Бизнес-коуч У Наташи Также есть супервизор По работе Он больше делает Поскольку Он у меня больше Операционные задачи У Наташи Больше Все-таки Публичная презентация Как психолога Репрезентация В том числе Поэтому у нее Супервизор Который шарит Психологи Да Ну и плюс Есть бизнес-ментор Если нужно Как-то я наберу Какие-то вопросы Разрулить Для себя То есть У вас соглашение Что каждый По отдельности Занимается своим Психическим здоровьем Чтобы ваш бизнес Процесс Да Чтобы на ровном месте Не доколупливался до друга Своими проекциями Фантазиями Если возникает какой-то вопрос Мы его проясняем То есть Как бы Я правильно понимаю Или я додумываю Как бы вот то-то-то-то Спрашиваем Вот Это я считаю вообще Просто Крутая штука На самом деле Для всех Кто Вылазит в партнерство Потому что Будет много разных эмоций возникать Мы работаем У нас Безумная загрузка Да У нас очень высокое напряжение Вообще в целом Да Когда идут Рабочие такие периоды Особенно когда запуски У нас запуск на запуске В запуске Под запуском Там вот это все То есть Мы как бы не работаем Когда там запуск дел И там такой Типа развлекаешься И много напряжения Много очень Такого состояния Естественно Может из этого не высыпаться И вообще Как бы разные состояния бывают И в этот момент Легко вообще раздражаться И наезжать Как бы На любого человека в целом И поэтому я считаю Что это каждая Ну ответственность моя Лично работать над собой Чтобы Не испортить ничего Как бы В работе И в отношениях То есть Это моя личная ответственность Я ее чувствую И если у меня плохое состояние Я над ним работаю То есть Это моя ответственность Да Как и даже Ну в том числе Я чувствую там ответственность За здоровье свое Да Что я должна за ним смотреть Потому что у нас есть проект Как бы я должна быть В нормальном состоянии Чтобы работать И часто бывает И часто бывает такое Что ты просто устал Или человек С которым ты работаешь Просто тупо устал Или какие-то там переживания Свой личный кофе перепил И может появляться Это ощущение Что человек С которым ты коммуницируешь Что у вас что-то не так Да А он может просто реально тупо устал И если ты не можешь задать этот вопрос Ты на меня злишься сейчас Или просто устал Что-то случилось В том числе Когда дружеская коммуникация С бизнес коммуникацией мешается Это наша проблема в бизнесе Что-то не так идёт Или ты плохо себя чувствуешь Там голова болит Мигрень Просто утомление Если ты не умеешь задавать эти вопросы Если ты в этой своей тревоге Варишься А потом приходишь Вот так вываливаешься на стол И говоришь Блин, ну вот капец Ты, конечно, себя ведёшь То это, конечно, неименуемо приводит к тому Что люди разбегаются В партнёрстве Поэтому ходите к психологу Всё будет очень просто Я задаю вопрос Вы, не списывая друг у друга Не подглядывая Не обмениваясь вербальными И невербальными сигналами Никто никого не пинает под столом Отвечайте на эти вопросы письменно Вместе, да? Да А потом вы поднимаете так свои таблички И мы сравниваем ваши ответы Вот Главное здесь не подсматривать Вы готовы У всех пишут ручки-фломастеры Да Значит Оцените от одного до десяти Насколько вы довольны Вашим совместным бизнесом Где десять идеально божественно Единица максимально плохо Цифру Одну надо написать Дина Написала? Переворачивайте У меня десятка У меня девятка О-о-о-о И вечно всё-таки Мы это Обсудим Второй вопрос Новый листочек нужен для этого Да И пишите крупно Почему? Чтобы было Вот видно на камеру Хорошо Давай Да Сколько лет Вы планируете вместе работать? До старости моей Наташ Старость это через сколько? Ну Так как моя старость Наступит раньше Поэтому Я рассчитываю на то Чтобы раньше Закончим работать И будем Только кайфовать Ага Наташ Сколько тебе лет? Сколько лет Дине? Если можно Мне 34 Мне 27 Вот Ну как бы Небольшая разница Я просто надеюсь Что Наташа Доживёт До 84 Минимум Окей Ну кстати Плюс нашего партёрства Дополнительное Что я раньше времени не умру Потому что Дина Очень хорошо разбирается В медицине Она всё время Мне всё подсказывает Что мне выпить Чтобы не скончаться Я свято верю Что нас ждёт Третья медицинская революция Ну или вторая Если рассматривать Антибиотики Как первую И мы будем жить Больше 100 лет Хорошо Да Мне бы хотелось Тоже долго Чтобы у нас были Разные проекты И мы их развивали Да Просто они будут разные Мне кажется Это классно Сформировать пассивный доход И потом просто Угорать В кайф Да Дина будет заниматься Ещё больше творчеством Я буду читать больше Отлично Значит Да Едем дальше Слово Одно Которым вы можете Охарактеризовать Ваше партнёрство Одно слово Сейчас Видимо мы напишем Каждому что важно Ну я себе точно вижу Что я пишу Похоже что для меня Ключевое В этом Ты написала? Да Надёжность Понимание Я написала Интересно Интересно Последний вопрос Последний вопрос У вас как раз Остался последний Прочек Первый вопрос был Насколько вы довольны Вашим совместным бизнесом Это было про проект Я кстати в целом понимаю Почему продюсер Девяточку ты написал А эксперт десяточку Да Это классно Мы Ну потому что Продюсеру ему всегда Вот как бы Перфекционизм Всегда мало Хочется больше На самом деле Мне тоже хочется Но я не люблю Быть в состоянии Неудовлетворённости Себя Затаскивать То есть в состоянии Удовлетворённости Которую я постоянно В себе Нарабатываю В терапии Я могу больше А в состоянии Как бы Неудовлетворённости Для меня это Непродуктивно А для меня В состоянии Неудовлетворённости Это пинок Да То есть если я такая Ну как бы Вообще можно лучше У меня в голове Моя Когда Блин мама посмотрит Это обидится В общем Когда я Сдавала Аналог ЕГЭ Мама мне сказала Ну там был Очень высокий балл И она сказала Ну а что кто-то Сомневался Что ты сдашь Как-то иначе Как бы А когда это было Ну как бы 99,5 Она сказала Блин круто Молодец Но что нельзя было 100 То есть этот внутренний критик Да и мне до сих пор Мама в голове играет Вот А мне наоборот У меня тоже есть чувство Неудовлетворённости Но в терапии Я всё время работаю Над тем Чтобы наоборот Над насыщением Неудовлетворённостью В жизни Потому что Есть с чем Быть довольной И тогда В этом состоянии Я ещё могу больше Поэтому у нас Каждого Свои вот эти вот Состояния Которые помогают Поэтому я так написала Это очень сильно Что у тебя 10 У Дины 9 И как Вот Каждый из вас Это объясняет Я в восторге Последний вопрос Насколько От 1 до 10 Вы оцениваете Ваше партнёрство А как это Там было Где Это был бизнес Там был вопрос Про бизнес А вы на партнёрство Отвечали Это про проект Ну то есть Вы довольны Финансовым результатом На 10 Который у вас сейчас Нет Я отвечала На партнёрство Ты отвечала на партнёрство Дин А ты на что отвечала Я про бизнес Отвечала Что можно лучше Я бы девятку Тоже бахнула Тогда Да Перепишем Не нормально А то есть У вас Девятка Да Ну партнёрство Ну как бы Что походу Десяточки Да все нарисуют Мы даже Ну давайте Для картиночки Это про партнёрство Как часто Случались Кризисы Может быть У вас По отдельности Либо В партнёрстве Угу За период Нашего партнёрства Или Ну сколько Полтора года Да вы уже Сколько Два Два года Смотри Ну кризисы Наверное Такой самый Кризисный Момент был Когда ты Решила Из Москвы Переехать Мне кажется Ну если Кризис Да Было адаптировать Вот это Рабочие Процессы Сейчас Наташа Живёт В Минске И приезжает В Москву Именно вот Плотно работать Мы пишем Пишем подкасты Пиар Съёмки Очень плотный Такой вот график Конечно Если бы Наташа Находилась Ну в Москве Это было бы Гораздо проще И доступнее Тут наверное Единственный Такой кризис Который мы Много обсуждали Как мы это Выстроим Внутри Как мы это Урегулируем Как адаптируем То есть Мы там В Минске Нашли Девушку Которая приходит Например Невсы Писать Чтобы у нас Продолжалось Производство Контента Как мы Распланируем График Запуска В такой ситуации Наборов студентов В университет В общем Это наверное Такой единственный Ну если говорить Такой про работу Да Который Кризис Рабочий Да Рабочий Но он был связан С моим личным Кризисом Просто То есть Это как раз таки Вот эта адаптация Что У меня есть возможность Перестроиться Потому что Это было Ну неизбежно Мне было необходимо Вот И как раз таки Вот Это понимание Что на пути Нашего процесса Да У меня и Людины Могут случаться Ну вообще Разные вообще Желания даже Не только кризисы Может даже Желание измениться Да Кто-то может захотеть Как-то иначе жить Да С кем-то жить Иначе жить Вообще Может что угодно быть Да Вот И Как бы Если говорить про меня То у меня был Во-первых Кризис Смыслов У меня в целом Он проживается Сейчас до сих пор То есть Возрастной мой Кризис смыслов Вот Кстати я свои кризисы Проживаю Когда иду на учёбу Я когда пошла У меня случился Кризис смыслов Я пошла учиться В Сколково И мне учёба Помогает Пережить Обучение И люди Которые проходят Кризис через обучение Мне это помогает Пережить То есть Найти новые смыслы Потому что Я живу планами Пятилетками И когда они заканчиваются У меня случается кризис И мне нужен как бы Новый план Да Я выполнила план свой И мне нужен новый И у меня как бы случается Такой кризис На этот период перехода Вот И Вот этот был момент Плюс у меня Заполел отец Он теряет память И из-за этого Я в том числе уехала Как бы в Беларусь Сейчас Чтобы как-то адаптировать Его жизнь И с собой как-то Разобраться В этом плане И Поэтому Если говорить про кризисы То вот они какие-то такие Вот У меня кризисы Рабочие Остаются В рамках Того что мне просто Нужно отдохнуть И поиграть в PlayStation 2 недели Они скорее Связаны с Переработкой Чем с Какими-то такими Событиями Ну мы кстати С планами были Отпуска из-за этого Да Потому что мы реально У нас были периоды Переработок Мы очень сильно уставали И потом Потом усталость Это думаешь что угодно Там уже о себе И о работе Да То есть начинаются вопросы Как адаптироваться Свою работу И мы договорились У нас Теперь есть отпуска Счастливые Фиксированные Выходные Команда В шоке Первые Три месяца Они переспрашивали Постоянно Они такие А завтра Отдыхаем И такая Да Среда Теперь выходной И потом Девчонки Первое время Писали в чат Говорят Слушайте Как-то странно Что чат молчит Он как будто Часть моей жизни Как проходит Ваш выходной Они теперь Все время спрашивают Потом мы добавили Субботу Еще выходной Которые раньше Мы ставили И все равно Работали Это настоящий отпуск Друзья Это майский Почему забыла Майский Да Извините Еще майский Мы на майский Будем отдыхать У нас есть традиции Мы на майский Отдыхаем То есть это На самом деле Очень было Сложно На это решиться Вот этот Новый год Это был первый Такой отпуск Я помню Еще Света Тогда выложила Что сейчас будут Самые высокие охваты На Как раз таки Новогодний И я такая Просто смотрю Ты сможешь Ты сможешь Отдохнуть Ты сможешь отдохнуть Прямо сейчас Ты идешь Собирать лего И это вот прям Ну реально Подвиг Мне кажется Наташа Наташа лучше Пока получается Себя контролировать Потому что я знаю Что я быстрее скончаюсь Из-за этого Поэтому мне легче Себя в этом регулировать Ну на самом деле Из-за того Что Наташа По сути У нас На медийной роли В УСП Ей нужно быть Более энергичной Более выспавшейся Потому что Когда вы Подготовили съемку Для релсов Или для Подкаста А Наташа Просто физически Уставшая И не отдыхала Долго Это всегда видно Ну это как такая Работа Реально поддерживать Получается Работа моя То есть Иначе я просто Не вывезу И я не смогу Поставить столько съемок То есть Я не смогу Вот этим заниматься То есть Действительно нужно Как бы Хочешь или нет Это становится Твоей работой Вот эта Забота О себе Которая была Раньше непривычна В том числе Там моей семье Например Вот Поэтому У нас было Две съемки Я на самом деле Восхищаюсь В этом плане Наташа Вот она Отрабатывает Такой Огромный Профессионал У нас было Две съемки За вот эти За три дня Две съемки Совместные Это Получается Третья И я вчера Уже чувствую Что у меня горло болит Температура поднимается И я думаю Офигеть Как Наташа Вывозит Постоянно Разговаривать Вести эфиры Сниматься Готовить материалы Для ютуба При этом Она еще выступает Всегда для Людей На программах Ведет Поддерживающие эфиры У разных экспертов И специалистов Это такая Огромная работа И нагрузка Которую мы Часто Ну Кажется Это уже нормально Просто болтает А что-то такого Да Что-то такого Вот Кстати спасибо Потому что Очень часто Я говорю Что-то я один устала Мне кажется Мне плохо Мне кажется Я же ничего не делала Я ничего не делала Я говорю Я же ничего такого не сделала А она говорит Так Опять ты забыла Смотри Сколько ты сегодня сделала Она такой Спиток выкатывает Я такая смотрю на него Она говорит Ты понимаешь Это интеллектуальный труд За который ты очень сильно устала Я такая Да сейчас понимаю Ладно хорошо Чисто Наташа сидит Два часа ночи Отвечает сама в директе Он такой Я что-то так устала Я что-то так устала Ответить всем людям Записать им голосовые Подобрать им психолога Я не работала Я просто же в инстаграме сидела Признать запрещенным Экстремистской организацией В Российской Федерации Я могу эти штуки проскакивать Совершенно И там Диня говорит Диня что-то я себя плохо чувствую Странно Что-то типа Что случилось Я типа Ну Один говорит Так Напоминаю Там То есть мы еще так Друг другу Возвращаем объем работы Да Огромный объем работы Который кажется нам нормальным А другие люди Когда к нам подходят Говорят Какой-то марафон вообще Бежите Я говорю Ну Мы просто Ну я в этот момент Говорю что Да Это такой объем работы Но для той жизни Которой нам хочется жить Вот Да Это марафон Такой работы Окей Скандалы Кризисы Непонимания Что из этого было Проблемы Возможно какие-то За два года Что было Как вы это решали Ну то есть И вот честно Я не поверю Что не было Там никаких терок Никогда Блин Мы никогда не ссорились Здесь вообще Прямо каких-то конфликтов Проблемы Проблемы У нас была У нас есть конфликты Так я скажу Мини Знаешь Я тебе скажу Как бывает Когда мы Из-за того Что у нас Огромный поток Очень профессиональных Преподавателей Работает Я с ними Из-за того Что я нахожусь Все время В сообществе Это вот классный момент На самом деле Очень Я приглашаю К нам Работать Преподавателей Я их нахожу Мы с Диной обсуждаем Да То есть Стандарты Очень высокие у нас Да Но даже кураторы Магистры И кандидаты наук То есть У нас очень все серьезно И начинаются Какие моменты Что Дина начинает Говорить Например Что Ну то есть У меня там связь С преподавателем Представь Там типа 10-15 лет Как бы Да Или еще что-то Наташа у него Училась Обычно То есть Такая связь Огромное отношение Там все такое Как бы А человек там Работает еще Там 30-20 лет В образовании Плюс психотерапевт Там как бы Куча всего И начинается Типа Такое Я говорю Дина смотри Типа Ну реально Крутой специалист Которого уважают Там Ну все Все очень круто И Дина начинает Говорить Например Смотри Человек здесь Типа хочет Необъективно Большие деньги Или например Говорит Смотри Человек Несмотря на Свою как бы Крутизну Вот не выполняет Такие это обязательства Либо плохо Разговаривает с командой И у нас из-за этого Очень часто Разговоры Дина приходит И говорит Как бы Опять То-то-то-то-то-то-то Как бы Причем Они так не проявлялись Например Со мной Да Люди Со мной так В отношениях Не предъявлялись Как они например Предъявляются В отношениях уже работы Да То есть Новое что-то мы Еще в том числе О них узнаем Я думаю Знаешь Что здесь В чем Проблема в том Что Ну действительно Они видят Медийность Да В случае с преподавателями Они видят Рисунсы финансовые И понятно Что тебя Они очаровывают А потом Они приходят работать И тут я такая Ну нет Так не будет Нет Это не соответствует Нашим стандартам Качества Нет Это не обоснованно Большие деньги И они немножечко Офигевают У нас были Несколько преподавателей Которые бежали После этого К Наташе И такие Я буду разговаривать С Наташей Я говорю Нет С Наташей Разговаривать не будем Я партнер полноценно Будем разговаривать Со мной У Наташи Есть неумение Адекватно поставить На место Человека Который По факту Работает на неё Такая вот проблема Есть Есть Это называется Даже если это Какие-то тёплые отношения С учителями И мы очень уважаем Наших преподавателей Конечно Неминуемо И я их очень уважаю Строят сюда Такие тёплые отношения И где-то Вот в этот момент В том числе Потому что Мы предприниматели Ведём бизнес А эти люди Не ведут бизнес Им кажется Что им деньги Как бы с потолка В принципе падают Они ничего не делают И нам всё легко Как бы Такие фантазии А чему не забываются Ну картинки В инстаграме выкладывают Они не понимают Насколько это Огромный труд И действительно Дина права Я могу какие-то Знаешь Это как Ити на уступничество Такое И когда мы это поняли Теперь Дина этим всем занимается Как бы такими вопросами Потому что И Дина в этом Профессиональнее Во-первых И она Из-за того Что как бы В этих процессах И больших видит Что происходит ежедневно Она действительно Ей есть За что предъявить Потому что Это знаешь Как Ну типа Мне там прибежит ученик И говорит Ой типа Всё хорошо Всё классно Но я хочу там то-то Мы смотрим Человек там Один на меня Статистику Бах типа Человек не появляется Не учится Ещё что-то Да-да И вот У неё есть больше данных Да Вот на которых Можно и правда Злиться Понимать Что человек неправ Как бы ещё что-то И поэтому Мы сейчас так сделали Что Дина Коммуницирует Я коммуницирую С преподавателями И по условиям Разговариваю уже я Или вместе А потом Дина Да Вот это вот Да Ну Наташа приглашает Но по условиям Разговариваю я Потому что бывает Потом очень сложно Как-то стабилизировать Ситуацию Если Наташа очень мягкая была Ну конечно Ты продюсер Ты отвечаешь за рентабельность Это вот Ну прямая функция Продюсера Ну да Но я тоже не в иллюзиях Вообще-то Как бы да То есть я тоже в этом Всё хорошо понимаю Но дело в том Что есть этот момент Тонкий очень Который Ну это как в бизнесе Ты просто понимаешь В чём Ты слаб Например Да А в чём Силен твой партнёр И действительно Как бы лучше Когда он это делает Потому что Были ситуации Когда например Я говорю Да сто процентов Не согласится Дина разговаривает Человек соглашается Такая Дина ты права Всё Только как бы Ты реально это рулишь Ты просто крутая Согласна Ты типа в этом офигенная У нас были ситуации Где там После разговора со мной Преподаватель в итоге На 35 процентов Меньше получал Оплату Это было объективно Это не то что мы такие Знаешь там Отжимаем что-то Либо человек Это реально было объективно И я когда поняла Это такая Ой всё Дина реально права И вообще Не подвергается вопросам ничего А знаешь Причём Мне команда Иногда когда я коммуницирую Говорит Как ты сдерживаешься Как ты не бесишься Я говорю Ну вот Выдыхаешь Говоришь К чёрту К чёрту К чёрту И потом идёшь И вежливо общаешься Как бы И Я так Как бы Обычно там немного Другие слова звучат Конечно Не к чёрту К чёрту К чёрту Но мы не будем их записывать Вот это вот Когда уже определённый стресс И ты постоянно с ним сталкиваешься Он там прилетает 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 В какой-то момент Ты становишься просто резистент Ну Да Меня уже Для меня уже не новость Что люди попробуют Заломить больше денег Для меня уже не новость Что люди Если ты им это разрешишь Будут пренебрегать Своими обязанностями Это как бы Такой базовый На самом деле функционал В этом плане Я очень люблю команду Которую я собираю Для конкретного университета Современной психологии Потому что у нас Все сотрудники Они прям горят за проект Это прям включённость И очень профессиональные И очень профессиональные Реально Они там Знаешь Например Грубый дизайн С художественным образованием То есть Вот такие люди работают Это реально очень круто Правда Один от таких людей выбирает Ну Копирайтер У нас работают Два издающихся писателя Да То есть Люди, которые чувствуют текст Девочка, которая у нас Хадова СММ Она работала С Ренатой Литвиновой С Боже скажем И Хакамада То есть У нас И со стороны преподавателей Как бы все очень круто И со стороны Команды, которая реализует Это все тоже очень Профессионально Поэтому Есть такое Знаешь Ощущение Удовольствия От того, что Команда Вот все такие люди То есть Нет такого Когда ты Кого-то прям Не уважаешь Или еще То есть Это очень поддерживает Потому что Все горят Все Ну Много работаем Все мы Много работаем И все тащим За счет Видимо еще Влюбленности в проект Ну К слову Я не знаю Ни одного Психологического проекта Где тратились бы Большие деньги На преподавателей То есть У вас Да Такого нет Очень высокого уровня Педагоги И Ну Вы Абсолютно Космические Бюджеты Да Потому что Несмотря на то Что видимо Дина Даже как-то С ними договаривается Потому что У нас Нам хочется Делать проект Который может Вы Масштабироваться И который Может Потом быть Ну Презентоваться На равных С Проектами Академического Образования С вузами То есть Ну Мы Рассматриваем Такие Возможности И Если Ты Интернет Все помнит Да Если Мы Продавали Преподавателей Рядовых Если Мы Продавали Людей Которые Меньшей Популярности И Меньшего Авторитетом Пользуются В академическом Сообществе Мы Были Не Были Туда Вхожи Да Это Очень Важный Момент Потому что И Мы С Дина Вместе Очень Профессиональные Мы Могли Зарабатывать Любые Деньги Манипуляции Что угодно Могли бы Зарабатывать На самом деле Работа Используя Свои знания Но Мы Выбрали Такой Путь В нем Намного Меньше Денег И Очень Много Уважения И удовольствия На чем Мы Сошлись Сразу На Академичности И Сейчас Многие Университеты Хотят Наши Консультации Еще Что-то Не Просто Так Поэтому Это Сам Проект Ты Когда Это Очень Сильно Поддерживает Идти Дальше Несмотря Нет Когда Каких-то Там Даже Супер Заработанных Денег Наверное Все знают Сайтом Богиня Ты не знаешь Там обсуждают Влогеров Инфобизнесменов И На Наташу Нет Нигде Ни одного Разоблачения Потому Что Фактически Не за что Критиковать Ты не можешь Критиковать Науку Можешь Конечно Но Когда Это Сложно Реализуемо Критиковать Наших Критиковать Наших Супер Визоров Потому Что Это Люди С высшим Образованием Это Профессура Это Академики Это Доктора Наук Работают Других Университетов В разных Странах Поэтому Мы выделяем Действительно Космические Бюджеты У нас Не совсем Стандартный Подход Это Миллионы Рублей Да Это Десятки Миллионов Рублей И Наташа Говорила Про то Что Мы По ценностям Сошлись Ну Возможно Если бы Был другой Продюсер Он бы сказал Наташа Вот Поэтому Мы бы Не смогли Работать С другим Мало денег Да Да Потому что Даже когда На какие-то Курсы слушала Там еще говорили Да что Наймите Там Вообще Там Каких-то Кураторов Там Чуть ли не Там Каких-нибудь Студентов От кого-то Что-то Я так Говорю То есть Я Прямо На дыбах Стою Сразу Я становюсь Такой Знаешь Как Агрессивная Жутко И я такая Как знаешь Как львица Какая-то Отстаивающая Там Свой прайд Я просто На дыбу Стою Реально И мне вообще С этим вопросом Нельзя подойти Даже Ну никак То есть Я вообще Просто Тиран Становлюсь Наташа Главный защитник Всех преподавателей Я говорю Блин Ну нет Ну вот Посмотри Ну нет У нас По одному преподавателю Было четыре Итерации Когда я Давала Обратную связь Что она сейчас Не ок Работает И Наташа Такая Да просто Другая реальность Да просто Другой человек Да просто Ну ладно Да плохо работает Хорошо Можно лилей дать Да А были ситуации Когда Дина Тоже на кого-то Наизает Я говорю Дина Это уникальный специалист Она такая Нет Он не уникальный Нет Не уникальный Потом Ладно Он реально уникальный Это правда Типа Там тоже Например Соглашается Со временем Когда работаешь Работаешь Ты понимаешь Что действительно Кто-то Своеобразный Но уникальный Как по знаниям своим Вот И поэтому Вот эти разногласия У нас Есть вопросы Сейчас даже Когда Дина Говорит Кто-то там Плохо работает Раньше Я говорю Дина Я за то Чтобы ты Если нужно Разговаривай Как нужно Я знаю Скорее Наташа такая Ебаш Говорит Да Все Да Сейчас будет Обратная связь Резюмируя Мы говорили Про проблемы Которые возникают Очень коротко Алгоритм решения Если вы чувствуете Что проблема Что вы делаете Один Два Три Четыре Пять Алгоритм решения Проблемы Мы Выводим Коммуникацию Из дружеской В рабочее поле Говорим Что сейчас Будет важный Вопрос Касающийся Работы Давай Давай Пожалуйста Обсудим Или Созвонимся Или в текстовом формате Пишешь Я лично Пишу себе Сначала Драфт В заметке А потом Добавляю туда Добрые слова Добрые слова Конструкции Лексические конструкции Которые звучат Более дружелюбно Такие Психологические Например Какие Я Сообщения Я переживаю Мне Кажется Это просто Уточнение Это просто Вопрос Как ты думаешь Мне важно Узнать Твое мнение Это не Претензия Это не Агрессия Это не Возмущение А то О чем Я сейчас Переживаю Хочу понять То есть Смягчаю И потом Отправляю Наташу Но в принципе За счет того Что у нас У нас уже были Такие разговоры Какие-то Я уже не думаю Что ты как-то Среагируешь Агрессивно Негативно Нападешь На меня В ответ Или Отстранишься Да Вот то есть У меня Были ситуации Где каждый раз Когда я пыталась Поговорить О чем-то Что меня волновало Человек просто Не открывал сообщение Сутки Партнер И сидишь И ты за это время Думаешь Бля Я что-то Ну так написала Перечитала это сообщение На фараной Думаешь Все ли окей Все ли корректно Я сформулировала Вроде да А может быть нет И здесь вот Про надежность Потому что нет Вот таких перепадов Эмоциональных Качелей Да Я когда читаю сообщение Такое Я читаю Открываю Так вспоминаю Что Дина мой партнер Что мы дружим Что у нас общий проект Сначала я вспоминаю Потом вспоминаю Дину Что ее психологические особенности Что она сейчас просто волнуется Она точно вставляла эти слова Я понимаю Потому что она иначе выражается И я думаю Она старалась Да Я реально вижу Что она старается Ну то есть я вижу Что она старается Как-то вот Ну смягчить Чтобы вот я Как бы Вот это вот все Я думаю Я думаю о том Сколько приложено усилий Значит она хочет Вместе Чтобы мы это действительно решили Что Вот как это она со мной Ну то есть То есть она Вложилась в это Вот Я читаю И вспоминаю Что Это все вспоминаю себе Вот в реальности Замечаю Что она там Структурировала Даже вот эти вот Сообщения Вот вообще Как бы Очень максимально Там ясности То что нам важно То есть Внесла Там еще что-то Проделала Огромный труд Ну то есть Чтобы это сделать Вообще-то Да И написать И как бы прояснить И что она это делает Вообще-то для нашего бизнеса Для нашей работы Совместной Вот И я такая Ну хорошо Типа все Где-то вспоминаю все Понимаю Да В этот момент И нормально отвечаю То есть Да То есть В этот момент Когда Наташа пишет Что-то, что меня не устраивает Я тоже вспоминаю Какой она человек Что ее обычно волнует И говорю Давай сделаем так Чтобы ты не волновалась Давай сделаем так Чтобы тебе было безопасно Давай поменяем Здесь Сдвинем Давай я тебе помогу Да Ну то есть Да мы такие Два глубоко погруженных В психологию человека Которые сидят И рассматривают Друг друга Чуть ли не через Терапевтическую призму Да Да Так и есть И кстати Вот по поводу сообщений То что Дина Очень много коммуницирует С преподавателями Я например Столько бы не вывезла Коммуникации Потому что я более шизоидная И я от огромной нагрузки В переписках Я устаю То есть мне тогда нужно Много времени Тишины Спокойствия Чтобы То есть Как бы плюс директ Там плюс еще куча всего Да И я Это часто негативное Да-да-да И я Ну проблем много у людей Да Которые нужно решать Да Это все время Это работа С проблемами других людей Это очень тяжелая работа Да Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Это же диплом, Дина же у нас учится в ОСП. Вот, поэтому... Из-за того, что ты много научных исследований, потому что ты вообще в целом психологией работала до этого, то плюс терапия, знаний просто очень много. И это нас тоже спасает, что мы вместе в этом. Я думаю, что если один из партнёров не психолог, нужно вспомнить, что это в первую очередь живой человек, подумать, что он испытывает в момент, когда это пишет. Ну, то есть, если вы давно подозреваете, что у вашего партнёра серьёзные беды с башкой, он не лечится, нужно скорее переставать работать и поберечь себе нервы. Если вы видите, что человек не хочет находить общий язык, а хочет как-то просто эмоции каких-то постоянно разгонять. То есть это не про проект, не про безопасность, а про нестабильность. Когда случаются кризисы, пусть редкие проблемы, а мы как, вы друг друга поддерживаете? Дочки отправляем в хавчик и разговариваем. Да, у меня был момент, когда я там писала книгу, и там ещё что-то вспомнила, какой-то трэш разрыдалась, вообще как-то жутко вспомнила своё детство, это убогое. И Дина выслала мне цветы. Это было так быстро, настолько быстро они мне пришли. И это было, я только как будто сейчас рыдала, сидела, и мне уже звонок в дверь как-то, знаешь. И я такая думаю, даже неожиданно было даже очень. И хотя я могу ожидать один из цветов, как бы, да, и поддержку, и помощь. Вот. Но вот это вот момент, что теперь ты можешь там выбирать свою семью, кто будут эти люди. Там была записочка такая, я ещё больше там такая, ну и всё, буду дальше делать. Вот, ну то есть такие какие-то трогательные моменты, плюс мы можем созвониться и прям долго разговаривать. Да, то есть у нас вообще как дела? Происходит разговор наш и по работе иногда. То есть мы сначала, привет, как дела? Слушай, тебе что болит? А тебе что болит? Да, у нас там 20 минут просто разговора, поддерживающего сначала, потом мы такие, а теперь по работе. И мы начинаем по работе говорить. То есть сначала мы там, а тебе что? А, слушай, а ты выпила таблетки? Да. А ты, слушай, да, мигрень, да. Вот это болит, я говорю, что-то у меня живот болит, там ещё что-то, вот это знаешь, вот это вот. А ты как себя чувствуешь, как ты спала, а там ты там вот всё. Потом, слушай, а теперь по работе. По работе там, ну пошли работать, да, пошли работать. Ну пошли, ну а теперь пошли работать. Да, теперь пошли работать, и мы пошли работать. Мы такие, блин, ну мы же девочки, смотри, сколько мы тащим, как мы это делаем вообще? Ты представляешь, как мы это вывозим? Последняя моя формулировка была, я говорю, даже пацаны бы это не вывезли. Так что можно уже перестать говорить, что мы девочки. и вот как бы я говорю, что это просто объём нереальной работы, и это не проблема в том, что мы девушки, у нас как будто там больше гормональные там сбойки-то, напряжение, ещё что-то, говорю. Просто даже мужчинам, говорю, это не вывозили в таком формате, говорю, поэтому мы просто молодцы. Ну и мы часто проговариваем, когда там устали, либо ещё что-то. Я говорю, Диня, напиши что-нибудь хорошее. И она мне пишет хорошее много. А я говорю, Наташа, всё же будет хорошо. Да. У меня всегда вопросительные функции. Да-да-да, и я пишу ей тогда почему там и что, как я чувствую, как я вижу, а Дина мне пишет, смотри, ну вот мы уже это делали, и вот это, и вот это. Смотри, а по сравнению с прошлым годом у нас уже и это есть, и это. А смотри вот то в проекте, и вот это изменилось. Я такая читаю, это просто такой, знаешь, лист бесконечный. Я такая... Да. И всё. Очень просто забыть какие-то хорошие моменты вот в этом постоянных делах. Тебе кажется, что работа — это бесконечные проблемы, работа — это постоянно какие-то новые задачи, и ты просто заебался, и сидишь, усмотришь на вот эту... Ничего не меняется. ...кипу задач, ничего не меняется. А если делать вот такую ретроспективу, а в моменты подавленности ты не можешь сделать ретроспективу, тебе кажется, что всё очень плохо. Да, всё очень плохо. Это единственное, о чём ты думаешь. Всё очень плохо, нужно отдыхать. Да. И если вот у тебя есть партнёр, который может тебе напомнить о том, со стороны, что вот вообще-то вот смотри, вот мы начинали вот с этого, а теперь вот мы уже вот здесь, мы проделали вот это, вот это, вот это, а ещё вот это сделаем, и получим вот такой результат, это очень спасает и поддерживает. Да. Ну, когда тебе плохо, ты не в состоянии себе сам это сказать, ты же устал, у тебя энергия. И тебе не скажет твой, допустим, парень, там, друг или ещё что-то, потому что он не представляет, что вы там вывозите, и ты как-то не услышишь этого человека, потому что, ну, человек как бы на другом языке говорит и вообще о другом как-то, ну, там что, ну, ты справишься, и что, типа, ну... Ты молодец. Ты молодец, ну, да. Всё хорошо. Да-да, ну что, как это тебя поддержит, да, ну, то есть... Я ещё люблю, когда мне говорят, но они все сволочи. А можешь, пожалуйста, поговорить, какие все сволочи? Да, их всё, это бы меня тоже могли поддержать. Да, это мы можем провести. Ну, охуели, ну, вообще капец. Ну, вот, господи, как же бесит. Я просто в шоке. Я хуху, типа, да, а потом такие, ну что, пошли работать, пошли работать. Про негативный сценарий. Обсуждали ли вы, что будет, если ваши пути разойдутся, планы будут разными? Мы обсуждали, какие суммы из проекта личного дохода для нас остаются интересными, что мы продолжаем делать проект, если он нам приносит столько-то, столько-то, столько-то. А ещё один раз я шла мимо какого-то закрытого заведения, оно выглядело так уныло. Я почему-то подумала о смерти в этот момент и записала Наташе кружок. Говорю, Наташа, а если ты вдруг умрёшь, мне продолжать делать проект или закрыть его? Вот, Наташа сказала, да, продолжай, а мне? Я говорю, если я умру, то уже продолжай продавать УСП. И мы договорились, что о родителях... Да, что мы в случае смерти... Во-первых, в случае болезни, что мы друг о друге позаботимся, каких-то серьёзных, в случае проблем каких-то, и в случае смерти, что мы позаботимся о родителях. У Дины есть мама, у меня есть папа, что мы друг о друге позаботимся. Да, у нас вот такие договорённости. Это негативные такие вот сценарии, которые мы рассматривали. Опираясь на ваш очень успешный опыт партнёрства, какие-то инструкции, алгоритмы для тех, кто хочет создать такое же партнёрство, которое бы приносило радость, веселье, удовлетворение, ну и ресурсы разные. Я думаю, что часто говорят, что с друзьями невозможно создать бизнес, но те примеры, которые мы видим в общении, в разных знакомствах, доказывают как будто обратное. Если этот человек действительно твой друг, и ты видишь, что он тебе близок по ценностям, и у вас одинаковое представление о порядочности, о качестве, то в этой ситуации, возможно, у вас как раз-таки сложится хорошее партнёрство, потому что у вас не будет принципиально разных взглядов на какие-то этические нормы ведения бизнеса. Ну и, конечно, терапия. Терапия, ходить, править кукушечку. Ведь бизнес — это всегда огромная эмоциональная нагрузка, и крыша неизбежно начинает течь. Ты переработал, у тебя поднялась тревожность, или там кофе себе сидишь, стимулируешь, у тебя тревожность растёт, и в этот момент может казаться, что там партнёр не включён, или действительно сейчас такой период, когда у тебя больше работа, а у партнёра меньше работы, если у вас разные области ответственности. И в этот момент может казаться, что партнёр не включён, не работает, ничего не делает. Важно это рефлексировать, важно это обсуждать в том числе с терапевтом или с супервизором, чтобы он тебе сказал, а, посмотри, вот там другие ситуации. Бывает ведь по-другому, когда у тебя не такая загрузка, у партнёра высокая. Да, я думаю, что первое это... Во-первых, первое это важно, в каком состоянии вы заходите в партнёрство, потому что многие заходят в партнёрство из страха, из состояния, типа, я сейчас задохну, я слабая, пускай бы кто бы пришёл, меня спас. Но если ты хочешь, чтобы тебя спасли, тогда дай человеку больше процент, или как-то, ну вот, не то, что тебя спасли, и ты такой сваливаешь там, да, то есть вообще понять мотивацию партнёрства, потому что есть ситуации, когда ты можешь делать долго что-то сам, и как бы и делай, расти, расти для, в том числе, для партнёрства будущего, да, для кого-то, потому что многие люди выбирают слабое партнёрство, потому что сами в другом состоянии находятся, и выбирают слабых людей, потому что у них там эго какое-то, да, чувство собственного достоинства, там, переживают, что партнёр будет лучше, их сильнее в чём-то, да, хотя реально классное партнёрство, там должен быть сильный партнёр, и ты должен его уважать за это в том числе, да, а не помыкать там или ещё что-то делать, да, то есть партнёрство для меня это про уважение знаний этого человека, да, и ты признаёшь, что ты в них нуждаешься, в этих знаниях, что ты нуждаешься в опыте, силе, да, что вы, ну, как бы для меня, конечно, идеальное партнёрство, когда вы пришли такие два равных сильных, вы прожили уже свою жизнь, свой опыт получили, вы пришли объединиться, потому что вы строите что-то большее, а не то, что там на твоих ресурсах вы такое же делаете там ни хрена там примерно, хотя такое тоже бывает, когда ты уже не тащишь, есть люди, которые выгорают, у них не то сил, им тоже нужен партнёр, потому что, ну, объективно нужно признать свои ограничения, что ты не тащишь. Возможно, ты будешь получать те же деньги, либо чуть меньше, но зато ты будешь меньше включён, как бы, и нужно быть... Нужно работать. Меньше, да, работать, и нужно это признать, а не фантазировать, что да я там без тебя, там что-то вот это глупости, это полная ерунда. Я, во-вторых, то есть мы как мы заходим в партнёрство, да, во-вторых, очень важно признавать вклад партнёра партнёра в твоё дело, да, вот ваше общее дело, либо в твоё дело, потому что ты сначала был один, и ты думаешь, ну, в твоей жизни было дело только одно, ну, ты был в нём один, да, и твоё как будто дело было, и ты как-то в нём там жил, да, и очень важно, как бы, своё эго, там, свои вот эти внутренние вопросы решить как раз-таки с психологом или самостоятельно, и чаще себе проговаривать, за что ты благодарен партнёру, потому что я иногда сижу, я могу там быть уставше, ещё какое-то, ещё какое-то, ну, так все думают, блин, реально Дина такую, типа, штуку разруливает крутую, она столько всего делает, вот, вот этот вот важный очень момент, потому что нам очень хочется всегда сказать, да нет, я, типа, молодец, такой хороший, а другие все тут, типа, ни хрена не делают, как бы, ну, вот эти вот состояния могут быть у кого-то, и на самом деле очень важно так посмотреть на человека и подумать, реально круто, типа, офигенно, что этот человек есть, слава богу, что он есть, и так вспоминать лучше свои какие-то хреновые истории ещё какие-нибудь, когда я бы сейчас устала, если бы это тащила бы на себе, либо этого вообще бы не было, честно признаваться, да, то есть вот реально почище вспоминать вообще-то, что, в чём вы, как бы, вот это вот партнёрство, вот за счёт чего вы, как бы, так рулите в том числе, да, а не обесценивать партнёра своего, да, вот как раз-таки замечать все его качества, мелочи даже, то есть это очень важно, потому что иначе, как бы, ну, тебе будет тяжело, как бы, очень. Я в этот момент вспоминаю, я работала как издающий, редактор и продюсер с книжкой Маши Саладар, маленькая девочка в большом бизнесе, и мне очень у неё нравится глава про партнёрство, прям вот классно, мне тогда было 21, и я очень запомнила эти слова, которые она начитывала книгу, мы делали потом текст, потом правила, она рассказывала про своё первое партнёрство, и сказала, что партнёр — это должен быть такой человек, который, пока вот вы выбрали друг друга, и пока вы работаете внутри партнёрства, даже если он вообще ничего не будет делать, ты всё равно продолжишь, во-первых, работу над проектом, а во-вторых, ты не будешь думать, что он это делает специально, а наоборот, поможешь ему, включишься и поддержишь, что ты вот, когда выбираешь человека на партнёрство, ты понимаешь, что у него могут быть периоды, где он, блин, вообще не будет работать, и у тебя это не поднимает волну негатива, тебе не хочется сразу этого воображаемого человека задушить или встать над ним с плёткой и заставить его работать, то ты видишь, что ты тоже живой человек, иначе, ну, невозможно будет построить просто что-то долгосрочное, если ты хочешь опираться только на своё желание, вот сейчас я хочу работать, сейчас у меня всё хорошо, значит, сейчас мой партнёр тоже должен ебашить, а вот сейчас у меня, как бы я подавленном состоянии, у меня, не знаю, расставание, или я болею длительное время, а вот он как бы хочет работать в этот момент, почему он не понимает, что я сейчас не могу работать, ну, не бывает такого, что вы всегда на одной энергии, и важно это понимать. Прекрасно пообщались, долгих лет вам успешного партнёрства, до старости, как вы и хотели, спасибо. До старости. Спасибо большое, что пришла, Света. Да, классные вопросы были. Суть интерактива, вы закрываете глаза, да, и дальше я задаю вопрос, а вы показываете либо на себя, либо на партнёра, ну, условно, кого из вас зовут Наташа, и Наташа показывает на себя, а Дина, это может быть хорошим вовлечением, вы можете потом это убрать, если посчитаете нужным, это у нас займёт минуту. Закрываем глаза, да. Кто больше любит работать? Так, зафиксировали. Не улыбайтесь и не подсказывайте друг другу. Кто самый скандальный? Ага, хорошо. Кто тратит больше денег по жизни? Кто тратит больше денег? Окей. Кто больше матерится? Так. Кто самый умный? Кто самый красивый? Спасибо. Давайте подводку запишем. Я хочу это увидеть. Кто больше всего матерится, мне интересно было. Я на себя показывала. Да, я на себя. Да? Нет, я больше матерится.